Я являюсь студентом докторантуры Высшей школы образования, студент третьего курса. И сегодня я вам расскажу о моем опыте исследования. Так как я сейчас на данном моменте защитила свой пропозал и собираюсь к сборам данных, сегодня вы услышите о общем положении моего исследования. Я расскажу вам о методологии, которую я собираюсь поднять в своем исследовании, и контексте исследования. Также предварительный обзор литературы, теоретические и концептуальные основы моего исследования, как видите на экране. Тема моего исследования звучит таким образом. Первоначальный поток учителей к инклюзивным образованию в Казахстане. Убеждение будущих учителей касательно обучения учащихся с особой образовательной потребностью и не включение образовательных классов. Переключите, пожалуйста, на демонстрацию права. Еще раз. Алло, на демонстрацию экрана подключитесь, мы видим вас. Почему нам слайд тоже виден? Слайд виден же. Слайд виден, виден. Слайд виден, виден. Вы просто там нажмите на слайд и все. Все, все, приношу извинения. Все. Простите, Бульмира, вас не слышно? У вас микрофон выключен. Да, вообще не слышно стало. Надо, наверное, написать, да, в чат, что не слышно. Наверное, периодически само выключается. Слышно теперь, да? Теперь слышно. Замечательно. Хорошо. Да, бывают такие периодические неполадки. Но, тем не менее, как видите на экране, давайте сначала определим, что такое инклюзия и инклюзивное образование. Инклюзивное образование – это философия преподавания в обучении, которое является в последние десятилетия, стало основным направлением политических и правительственных инициатив, направленных на обеспечение справедливости, социального равенства и защиты прав человека. Истоки инклюзивного образования, как днями, ходят в убеждении о том, что традиционный подход в разделении учащихся, которые считаются ненормальными или особенными в специальных школах за пределами образовательной системы, снижают образовательные возможности учащихся и подрывают их компроментально права человека на получение качественного образования, на полностью реализацию своего потенциала, а также участвовать в общественной жизни на равных условиях. На начальных этапах инклюзивное образование подразумевалось как предоставление места и возможность обучаться в обычных классах детям-инвалидам, либо детям с особо образовательными потребностями. Однако в настоящее время инклюзивное образование имеет широкое значение, связанное с поддержкой и поощрением разнообразия детей и удовлетворением их индивидуальных потребностей. К тому же успешная реализация инклюзивного образования выходит за рамки предоставления доступа в обычные классы детям, особенно с образовательными потребностями, и включает в себя предоставление всем учащимся возможности быть равным членом общества и участвовать в обществе на равных правах. То есть также важно отметить, что предоставление практики инклюзивного образования является целостным процессом и требует активного, позитивного участия всех заинтересованных сторон в этом процессе. Исследования показывают, что убеждения учителей, в частности убеждения учителей о самоэффективности, то есть вера в себя учителей, также убеждения учителей в отношении детей с основным образовательным потребностями играют в жизненно важную роль в их поведении в классе. Исследования показали, что учителя, которые приобрели знания и опыт продвижения ценностей инклюзивного образования в рамках своих программ педагогического образования, как правило, более склонны включать учащихся из разных слоев общества и создавать инклюзивную образовательную среду. Кроме того, полученные в ходе обучения по инклюзивному образованию также опыт работы с учащимися с особыми образовательными потребностями с большей вероятностью прививать позитивные взгляды на инклюзию будут поддерживаться на протяжении всей карьеры учителей. Поэтому изучение убеждений учителей в отношении учащихся с особыми образовательными потребностями и их включение в обычную школу является значимым для дальнейшего развития инклюзивной политики, практики и культуры в Казахстане. Это считается начальным шагом на пути к реформированию единиц обучения, изменению учебных программ на начальной педагогической подготовке. Как вы видите, в следующем слайде, касательно контекста исследования, в со временем распада Советского Союза, особенно в течение последних двух десятилетий, Казахстан предпринял многочисленные усилия под подвижение социальной справедливости посредством различных инициатив. Некоторые примеры включают присоединение к программе образования для всех, дальнейшие шаги приверженности к дакарским рамкам действий и присоединение к комбинации о правах инвалидов. Но наиболее значимым, пожалуй, является разработка государственной программы развития образования и науки в Казахстане на 2016-2019 годы, которая подчеркивается в важность увеличения школьников с особыми образовательными потребностями в процессе общеобразовательных школ. В результате чего, как видите на экране, 27% детей с особыми образовательными потребностями получили возможность обучаться в общеобразовательных школах со своими сверстниками. Кроме того, сообщается, что условия для создания инклюзивных и увеличения детей с особыми образовательными потребностями уже созданы в 30% школ, и правительство стремится создать условия для инклюзивного образования в 70% образовательных школ Казахстана ближе к концу 2019 года. Однако в этом документе не указано, что именно подразумевается под созданием инклюзивного образования либо условий инклюзивного образования. Также в этих документах отсутствуют четкие индикаторы мониторинга инклюзивного образования. И на сегодняшний день, согласно отчету Министерства образования Республики Казахстан касательно достижения данного индикатора, было показано, что данный показатель был частично исполнен, хотя отсутствует более подробная сочистика информации о достижении этих целей. Плохо слышно? Прерывается. Скорее всего, связь очень плохая. Мы с вами продолжаем. Контекст исследования. В дополнение к предыдущему также нужно будет отметить, что в последнее время в Казахстане проводятся дополнительные, многочисленные возможности для профессионального развития по инклюзивному образованию без отрыва работы. Например, в 2014-2016 годы по всей стране прошли обучение по инклюзивному образованию. Ну и другим примером является программа «Лидерство в образовании по инклюзивному образованию», представляемая программой Назарбаев-Университета Высшего Школы Образования, согласно которому в 2015 году NUJSC выпустила более 70 магистров наук по инклюзивному образованию. Кроме того, нужно будет также отметить, что преподаватели этого учреждения организовывают ряд повышений, программ повышения квалификации для учителей без отрыва от работы. Ну и также, следуя инициативам по продвижению инклюзивного образования в Казахстане, основная дисциплина под названием «Инклюзивное образование» также была включена в все программы начальной педагогической подготовки, начиная с 2016 года. И эта дисциплина интегрирована объемом двух кредитов, что составляет 1,6% всех кредитов технического образования в течение всего периода начальной педагогической подготовки. Национальные политики утверждают, что данный объем должно быть достаточным для того, чтобы студенты, будущие преподаватели могли бы получить теоретические знания в инклюзиве. Хотя неясно, будет ли это достаточно для получения практических навыков по методам преподавания и подходам в обучении студентов с особыми образовательными потребностями. Поэтому было рекомендовано обновить содержание образовательных программ в соответствии с требованиями современного рынка труда, где также нужно будет подготовить специалистов, которые могут работать с различными категориями чаще всего, с особыми образовательными потребностями. Ну и также существует ряд проблем, то есть несмотря на все эти инициативы, есть незначительный спор вокруг понимания реализации инклюзивного образования в Казахстане. И эти противоречия в основном, в первую очередь, являются причиной узкой концептуализации инклюзии, обусловленной психомедицинским подходом к выявлению потребностей детей. То есть концепция инклюзивного образования в Казахстане преимущественно основана на идее, и предоставивающейся ограниченными возможностями в общую образовательную среду. Более того, дети отмечены как инвалиды или в основном в контексте Казахстана обучение на дому либо в специальных традиционных школах. Ну или в специальных классах в общей образовательной деятельности получают небольшую поддержку. В связи с этим, Флорин и Бичевич утверждают, что в странах СНГ существуют некоторые трудности в продвижении концепции образования для всех из-за существующего исторического понятия дефектологии, что все еще наблюдается в текущей учебной программе начальной педагогической подготовки. Это означает, что обычно специально подготовленные преподаватели, к примеру, дефектологи либо логопеды, работают с учащимися, с основным образовательным преподаванием, которые в частности управляются на обучение либо на дому, либо на обучение студийно-коррекционных классов. Таким образом, общая идея дефектологии противоречит абсолютным ценностям инклюзивного образования. То есть, таким образом, дети изолируются от учащихся, обычно, типично развивающихся детей. И это непредставляет не образовательное утверждение. Ну и вторая проблема связана с недостаточным пониманием учителями концепции инклюзивного образования. Согласно отчету мониторинга инклюзивного образования в Республике Казахстан, 80% учителей есть преподавание детям, студентам с особыми развивательными потребностями. И в то же время 20% преподавателей также заявили, что не имеют абсолютно никакого знания, никаких знаний в области преподавания инклюзивного образования. Ну и также крайне важно отметить, что большинство будущих учителей, которые, как правило, имеют недостаточное базовое знание и опыта для работы в нынешней образовательной среде из-за недостаточной подготовленности подавляющей большинстве стран БФР. В стратегическом плане Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2017-2021 годы правительство заявило о необходимости подготовить высококвалифицированных учителей с целью внедрения программы образования для всех во всех Казахстан общевразовательных школах. Тем не менее, до сих пор проведено мало исследований оказательной политики и практики подготовки учителей в инклюзивном, которые смогут работать в инклюзивном среде. Исходя из также, хотела бы еще один момент отметить, третья проблема это проблема устаревшая система начального политического образования и проблема низкого статуса профессии учителя в Казахстане. Важно отметить, что высшее образование в Казахстане наследовало свою нынешнюю модель от советского наследия образования с учителем централизации, ограничение политической идеологии центра на специализацию. То есть, в частности, казахстанская система подготовки учителей по-прежнему усиливает традиционный подход к преподаванию. То есть, он ориентирован на теоретические знания, но при этом мало внимания уделяется развитию практических навыков для решения реальных вопросов в классе. Кроме того, также надо будет отметить, что большинство постсоветских стран профессия учителя не до цены. То есть, в большинстве случаев студенты выбирают эту профессию в силу ограниченного выбора из-за своих низких результатов единого национального тестирования. Следовательно, студенты часто отдают впечатление к этой профессии без какой-либо внутренней мотивации или способности. Эти тенденции, скорее всего, будут иметь негативные последствия для будущих учителей. В связи с этим ОСР рекомендовал подтянуть планку для поступления на эту профессию способом введения тестов, собеседований для оценки способностей студентов и будущих учителей, насколько они подходят к этой профессии. Также представление ограниченного количества мест для начального педагогического образования, чтобы было соответствие с потребностями школы, школы системы. Исходя из вышеуказанных проблем, целью моего исследования в том, чтобы изучить убеждения в будущих учетей относительно вовлечения детей в обычные образовательные классы и в какой степени будущие учителя будут чувствовать себя готовыми работать в инклюзивной среде. Кроме того, целью исследования является определение представлений будущих учителей о том, как их начальная программа педагогического образования готовит преподавание в инклюзивных классах. И в моем исследовании рассматриваются следующие исследовательские вопросы. Первый вопрос это какое убеждение будущих учителей в отношении учащихся с особо образовательными потребностями и их вовлечение в обычные школы Казахстана. То есть этот направлен на изучение концепции убеждения будущих учителей в отношении учащихся с особо образовательными потребностями и также их вовлечение в обычную школу Казахстана. Кроме того, исследование будет рассмотрен вопрос касаемо таких переменных, как пол, опыт, контекст обучения, дисциплина, насколько они влияют на эти убеждения будущих учителей. Вопрос номер два. Это насколько подготовлены будущие учителя к работе с учащимися с особо образовательной потребностями в обычном классе. Этот вопрос связан с изучением перспектив будущих учителей, отношения их самоэффективности, то есть веры в себя и готовности работать в инклюзивном классе, в какой степени они чувствуют уверенность в своих полученных знаниях в вузах Казахстана. И, следовательно, третий вопрос, как программа начальной педагогического образования могли бы лучше подготовить будущих учителей к работе в инклюзивном классе с точки зрения самих же будущих учителей. Этот вопрос направлен на изучение размышлений будущих учителей и отзывов о полученных знаниях и опыте в ходе изучения на изучение и отзывов изучения. Касательно важности данного исследования, мое исследование подразумевает, что оно несет вклад в развитие исследования отношений политики и потенциальных реформ по внедрению инклюзивного образования в общеизвательной школы Казахстана. Также, кроме того, ожидается, что исследование несет вклад в процесс критического экзамена для принятия незамедлительных мер в рамках образовательных реформ в отношении начального педагогического образования для инклюзива. Ну и также это исследование направлено на улучшение опыта учащихся с особо образовательными потребностями в школах путем прокладывания дальнейшего исследования в отношении развития опыта, уверенности будущих учителей программ начального педагогического подготовки. Ну и, наконец, это исследование также направлено на то, чтобы добавить международную копию с литературы, картину советско-казахстанского контекста касаемо убеждения будущих читателей об инклюзии. И на данный момент я могу вам представить предварительный обзор литературы и касательно развития инклюзивной, принятия инклюзии. То есть продвижение инклюзивного образования перетерпело различные исторические и политические изменения. Даже в настоящее время сложно четко предъявить, что такое инклюзия, и поскольку оно может указывать на различные концепции, в зависимости от страны, даже в многих странах, значение инклюзива варьируется от школы к школе. Определение инклюзивного образования в основном варьируется на основе основных потребностей конкретной страны. К примеру, некоторые страны считают, что инклюзивное образование является подходом, который удовлетворяет нужды учащихся со своими потребностями. В отличие от этого, на международном уровне инклюзива широко рассматривается как реформа, которая служит для поддержки и поощрения разнообразия среди учащихся по признаку расы, этнической принадлежности, пола, возраста, диапазона способностей. И несмотря на то, что нет единого мнения по поводу определения концепции инклюзива, существует широко распространенное согласие, что инклюзива – это процесс минимизации всех барьеров на пути обучения и участия. То есть на данном этапе крайне важно учитывать возникновение и историческое развитие инклюзивного образования. И как раз на экране вы видите картину, где Клоу и Корбитт представили хронологическое развитие взаимодействия различных идеологий, которые привели к современной концепции инклюзивного образования и его практике. То есть это организовано в пяти различных этапах. Первый – это психомедицинское наследие, дальше идут наследие социологического ответа, наследие учебного подхода. Четвертый – вы видите на экране «Носкведия стратегии улучшения школы» и следующий – идет критика изучения инвалидности. И хотелось бы отметить, что деминирующим подходом к образованию разных студентов в 1950-х годах было психомедицинское наследие, когда человек с ограниченными возможностями воспринимался обществом как человек с недостатком и направлялся в специально образовательное учреждение. То есть инвалидность была связана с человеком, страдающим психологическим либо физиологическим нарушением, и инклюзия определялась через призму предоставления доступа к общеобразовательным учреждениям. Нужно отметить, что данные видения инклюзии до сих пор доминируют во многих странах, включая Казахстан, где концепция инклюзивного образования на начальном этапе развития. Ну и касательно роли педагогического образования. Начальное педагогическое образование будущего учителя является важной частью успешного на день инклюзивного образования. Существует весомое доказательство того, что начальное педагогическое образование оказывает положительное влияние на развитие и привыкти убеждений, знаний, навыков отношения к разнообразию, прав ребенка, социальной справедливости, которые способствуют возбуждению инклюзивного образования в школьном контексте. Ну и начальное педагогическое образование приму влияет на многочисленные академические и неакадемические результаты учащихся. Одной из целей начально-педагогического образования среди многих других является формирование убеждений учителей. Первоначальное убеждение будущих учителей обучения в образовании, основанное на полученными знаниями, процессе начального педагогического образования, могут повлиять на их профессиональную практику. То есть некоторые исследования показывают, что убеждения будущих учителей могут оставаться неизменными после завершения их основной подготовки. И здесь важно будет отметить важную роль концепции убеждения, либо на английском это звучит как «believe», оно может перевести как «вера». То есть концепция убеждения изучалась и обсуждалась различными исследователями, долгое время осматривалась как «грязная конструкция», но тем не менее, несмотря на сложность сущности этой концепции и компонентов этой концепции, большинство исследований, проведенных по этой теме, сложно подправлять конструкцию убеждения как восприятие и принятие индивидов чего-то истинного на основе собственных суждений. В систематическом исследовании, обзоре литературы, такие авторы как Fives и Билл определили шесть основных областей убеждений учителей. Это включая в себя убеждения учителей о себе, убеждения учителей касательно контекста или среды, убеждения учителей касательно содержания знания, убеждения учителей касательно методов обучения, убеждения касательно подхода обучения и убеждения касательно методов самих учащихся. И к тому же исследование показывает, что выделенные типы следовательных убеждений напрямую связаны с инклюзивным образованием. Такие убеждения, как убеждение самих учителей, самоэффективность, то есть вера в себя, убеждение относительно самих учащихся и убеждение относительно методов преподавания. На данном экране видите теоретическую основу, то есть это исследование, мое исследование будет в значительной степени опираться на теорию Маттина-Роза, который рассматривал инклюзив как целостный подход для развития ребенка без каких-либо возможных барьеров и исключений. Его концептуальная теория была основана на идеях Шульмана о важнейших методах преподавания. То есть Шульман придерживался мнения, что процедура правового воспитания развивает привычки ума, воспитание духовного обучения развивает привычки сердца и процедура клинического образования развивает привычки руки. Это был прямой перевод, но тем не менее, другими словами это можно перевести как развитие положительного человека в области головы, сердца и рук способствует позитивному воспитанию, развитию изменениям для развития эффективных инклюзивных учителей. То есть РАУС утверждает, что профессиональное развитие, где прививаются теорические и конъективные знания, это область головы, область знаний, развитие морально-этических взглядов и убеждений в отношении инклюзивных учителей, то есть это область сердца, и наличие технических навыков для выполнения профессиональных обязанностей область рук либо действия является ключевым аспектом развития учителя, который сможет работать в инклюзивной среде. Ну и также ключевой идеей, теоретическая основа является взаимосвязь между тремя элементами, элементами знаний, убеждений, практики в отношении начального педагогического образования. То есть все элементы с вами связаны, присутствие любых двух элементов влияет на развитие третьего. К примеру, если учитель верит в принципы инклюзивного образования, но испытывает недостаток уверенности и в практике применения инклюзивного образования, он может развить эту уверенность, изучая, наблюдая за практиками инклюзивного образования. Ну или учитель может обладать конкретными зданиями инклюзивного образования, но быть не уверен в своих убеждениях относительно инклюзивных практик. Однако работая в школе или проходя практику, сражевку в школе, где поощряется инклюзивный этос, будущие училия будут склонны видеть эффективность инклюзивных практик, и таким образом это повлияет на их убеждения. Либо в других случаях учитель может верить в философию инклюзивного образования, желает участвовать в инклюзивной практике, ну и таким образом развивает свои знания в инклюзивном образовании. И исходя из этой теории, вы на этом экране видите изображение концептуальной основы моего исследования, основанное на теории Мартина Роза, касательно убеждения знаний и действий. Цвета на рисунке также соответствуют с цветами предыдущего слайда, где оранжевый представляет изменение знаний, зеленый цвет представляет изменение действия, и синий цвет представляет убеждение веры, измерение убеждения. Также важно будет отметить, что основное внимание в этом исследовании уделяется будущим учителям, которые проходят начальные программы педагогического образования. Начальная педагогическая подготовка — это сложная система, взаимосвязанная с различными заинтересованными сторонами. Цель готова является созданием развития определенных знаний и навыков среди будущих учителей. Основой этого исследования является убеждение учителей в отношении учащихся с особыми образовательными потребностями и вера в свои силы, необходимой для работы в инклюзивной среде. Важно понимать, что педагогическая практика, теоретические знания, полученные будущими учителями, преимущественно влияют на их убеждения. Ну и предварительный обзор литературы показывает, что убеждение учителей в значительной степени построено и подвижено влиянию различных факторов. Как видите на экране, такие факторы, как факторы окружающей среды, обстановки, факторы, связанные с самими учителями и факторы, связанные с учащимися. И исходя из этого, на экране выйдет методологию. То есть в моем исследовании я предполагаю, что понимание инклюзив будущими учителями, их опыт общения или работы с студентами с образовательными потребностями могут быть различными. И более того, опыт обучения этих учителей в вузах Казахстана может быть также разнообразным. И ответы на опросы, интервью, скорее всего, будут разные по сравнению с аналогичными международными исследованиями. Поэтому крайне важно быть открытым для различных точек зрения, которые могут быть выражены участниками исследования касательно темы. Таким образом, критический анализ, критический реализм считается соответствующей парадигмой для подхода к исследованию. То есть критический реализм, разработанный Роем Хаскером, основан на убеждении, что несмотря на реализованные теории, важно подчеркнуть и принять разнообразие точек зрения в реальности. То есть критический реализм указывает на позицию, которая способна восполнить недостатки, признавая возможности других реалий. Также в моем исследовании я буду применять смешанные методы исследования. То есть одной из основных целей использования смешанных методов является лучшее понимание сложности изучаемых социальных линий. Ну и что касается моего исследования, смешанные методы помогут мне изучить вопросы исследования с разных точек зрения. Таким образом способствуют формированию понимания более в широком и глубоком контексте. Ну и также увеличивают глубину и широкую результаты исследования. Я принимаю внимание, что ценность сбора количественных данных облегчает обобщение, то есть распространение данных. И также качественные данные помогут мне изучить тему убеждения на более глубоком уровне. Ну и другое обоснование для использования смешанных методов исследования заключается в процессе треагуляции, где одни и те же явления следуются с помощью нескольких методов, которые противодействуют протезятости и усиливают достоверность результата исследования. В связи с этим будет применяться последовательный, объяснительный дизайн смешанного методов исследования, где, во-первых, я проведу опрос по моим исследовательским вопросам, и затем последует проструктурованное интервью с студентами вузов, то есть это будущие учителя, преподаватели для дальнейшего обсуждения возникших актуалуальных либо неожиданных вопросов. То есть это означает, что качественные, количественные данные не смешиваются в процессе анализа данных, и напротив они проходят интеграцию, проходят во время интерпретации результатов. Ну и отдельный процесс сбора данных является одной из сильных сторон исследования, несмотря на то, что требуется больше времени и ресурсов для каждого сбора, для каждого этапа сбора данных. И последовательный объяснительный дизайн имеет важное значение для рассмотрения как причинных эффектов, так и причинных механизмов моего исследования, причем изучение внешних переменных касательно обреждений будущих учителей в отношении учащихся с образовательными потребностями. Ну и касательно техники выборки. То есть будет двухэтапная процедура отбора, будет реализована на количественном этапе исследований. То есть на первом этапе рассматривается отбор высших учебных заведений в Казахстане, которые будут проводиться путем выборки типичных случаев. То есть типичные методы создают выборку, в котором исследователь может отобрать определенное количество школ и учреждений на основании репрезентативности. То есть учреждение должно иметь наиболее типичные случаи исследуемого населения. В связи с этим будет выбран один национальный вуз, один государственный вуз, один акционерный вуз и один частный вуз, который готовит будущих преподавателей по всей стране. И второй же процесс будет основан на случайно трансфицированной выборке, при которой из ранее выбранных университетов студенты будут разделены на однородные группы по типам факультетов и в данном обучении. Основная причина выбора вышеуказанных видов вуза заключается в том, чтобы понять, как контекст, где обучаются будущие преподаватели, влияет на их убеждения. Но также будет выбран будущий человек предметных дисциплин в области естественных наук, гуманитарных наук и специальное образование, к примеру, дипетологи, логопеды старше 18 лет. Поскольку на данном этапе мне неизвестно общее количество студентов, поэтому будет применено уравнение размера выборки с помощью неизвестного размера населения. То есть принимая уровень достоверности 95%, который равен 1,96, стандарт наклонения будет 0,5% и предел повышенности будет 5,5%. Исходя из этого, мне будет необходимо опросить около 384 студентов из каждого вида вузов, которые были указаны. И в целом будет опрошено свыше 1500 студентов, будущих преподавателей, из всех вышеуказанных четырех вузов Казахстана. Касательно второго этапа, это качественный метод исследования, где на этом этапе будет применяться целенаправленный метод выборки. Целенаправленный выбор – это метод отбора участников на основе определенных характеристик, где выбор участников для других единиц в выборке основан на критериях. Ну и более корректы, это на этом этапе будет реализована гомогенная целенаправленная выборка, поскольку она позволяет мне отбирать выборки на основе сходства. Также в дальнейшем она может быть использована для проведения сравнительного анализа. То есть таким образом, учителя, принимавшие участие в опросе в первом этапе, в частности, это студенты последнего курса, будут приглашены на участие в поструктурированном ТТТ, либо индивидуальном, либо онлайн-интервью, поскольку к этому времени будут учителя иметь опыт преподавания, то есть они уже к этому времени пройдут несколько стажировок, практики, ну или также будут иметь определенные теоретические знания. Поэтому, по крайней мере, по одному студенту из трех разных специальностей, это естественные, гуманитарные науки, специальные науки, также будут приглашены для участия из каждого вида вуза. Это, как и ранее поменялось, национальный вуз, государственный вуз, санкционерный вуз и также частный вуз. Таким образом, на этом этапе требуется около 12-24 участников. Тем не менее, окончательное количество участников будет определяться на основе принципов достаточности и насыщенности, где достаточно относится к количеству и диапазон участников, необходимым для отражения всего населения, в то время как насыщенность информации относится к точке, где сбор данных больше не раскрывает новую информацию. И касательно инструментов исследования, шкала «Мое мнение об инклюзии» будет использована для изучения исследовательского вопроса номер один. То есть этот опрос состоит из 28 вопросов, которые оцениваются по пятибайной шкале лайнерства, также имеют три подшкалы убеждений, то есть убеждения основной перспективы, ожидаемые результаты и практика в классе. Во второй части этого опроса рассматриваются предполагаемые барьеры для инклюзивного образования. Шкала эффективности учителя для инклюзивных практик, то есть в английском это будет TEP, будет использоваться для исследования готовности учителей работать в инклюзивном классе. Опросы предназначены для изучения насколько уверены учителя, ощущают себя в своей, и насколько готовы они будут работать в инклюзивной среде. Данный опрос состоит из 18 вопросов, которые оцениваются по пятибайной шкале лайнерства. Измеряются три аспекта. Это эффективность использования инклюзивной инструкции, эффективность сотрудничества и эффективность управления поведением. Ну и третий этап – это открытый опрос. Будет изучаться готовность будущих учителей к инклюзивному классу. Также данный опрос поможет ответить на вопрос исследования номер три. Вопросы были адаптированы из индекса инклюзивной развития и обучения участия в школах. Затем я приведу полуструктурированные индивидуальные TET-ATET либо онлайн интервью с выбранными участниками исследования, чтобы изучить готовность будущих учителей к работе в инклюзивном классе. Также выяснить, как программы начальной педагогической подготовки могли бы лучше подготовить будущих учителей к работе в инклюзивной среде. И касательно анализа данных. То есть, как было указано ранее, анализ данных по каждому этапу будет выполняться независимо. То есть результаты количественных и качественных данных реализуются в соответствии с каждой металлогической традицией. После этого интеграция или связывание результатов происходит на этапе интерпретации данных. Ну и в спешном исследовании количественный анализ данных проходит несколько этапов. Как видите, это очистка данных, сжатие данных, преобразование данных, корреляция и сравнение данных. И в конце концов будет анализ выводов. В количественном фазе количество данных будет проанализировано с помощью описательной и интернетной статистики с использованием программы SPSS. Во-первых, собранные данные будут рассмотрены с точки зрения их обоснованных ответов и методологической подчинности. То есть не связанные или неполные данные могут быть удалены. Ну и во-вторых, данные будут проанализированы с точки зрения, то есть, в третьих, будут выполняться различные формы анализа, такие как стоматизирование, масштабирование, и будут учитываться факторы приводования графического форма. Ну и затем будут рассмотрены модели взаимоотношений, наборы данных, которые включают в себя корреляцию, классик на анализ и различные анализы вариаций. Ну и наконец, для представления выводов будет проведен анализ более высокого порядка. Это будет наговорят на анализ двух вопросников, которые были упомянули с ранее MTI и TIP-опросники для каждой демографической перемены. То есть, в случае значительных изменений будет проводиться аннова с последующими тестами. Следующий этап – это качественная фаза. В этом исследовании будет использоваться индуктивный подход к качественному анализу данных, что означает, что данные будут использоваться для построения тем и выводов. Целью качественного анализа данных является получение информации от описательного характера к объяснительному. То есть, в целом анализ данных будет состоять из нескольких процедур, в которых включает в себя отбор, организация анализ, отчетность и интерпретация данных. Ну и, во-первых, собранные данные будут отобраны на основе взаимосвязи к исследованию и дальнейшему кодированию. Далее будет происходить определение моделей набора данных, которые включают в себя выявление как сходств, так и различия данных. Затем уже будет создана категория. И определение тем будет происходить на заключительном этапе, который связан с убеждениями начинающих от будущих учителей, касательно учащихся с образовательными тендерностями и их привлечения в обычные общеобразовательные классы. Также готовность будущих учителей работать в интузивной среде. Подразумевается, что появляющиеся темы в ходе анализа данных вероятно будут более подробно объяснять и дополнять данные, выявленные на первом этапе исследования. И, конечно же, нужно будет подчеркнуть важность этического соображения, то есть Коэн и другие авторы подчеркивали, что этическое соображение это способ защитить благополучие участников от любого вреда и опасности, которые не могут быть поддержаны физически или психологически в ходе участия в исследовании. Чрезвычайно важно рассмотреть также эти этические вопросы с точки зрения сохранения анонимности их личности и минимизации потенциальных рисков. В случае моего исследования первым действием будет получение доступа к месту проведения исследований через администрацию университета. Поэтому форма согласия информационной листы с подробной информацией об исследовании будут предварительно отправлены как администрацию, так и студентам. И студентам также будет представлена краткая информация об исследовании и предоставлена будет возможность либо согласиться, либо отказаться от участия в исследовании, так как участие всегда является добровольным. И у них всегда есть право отозвать свой согласие либо прекратить участие в любое время, на любом этапе прохождения этого исследования. Ну, также, например, в период онлайн-опросов, если кто-то отметит, что он не дает свое согласие, то отброс идет к заключенному завершению. Либо во время интервью тоже важно будет уточнить и перепроверять, повторно запрашиваясь согласию интервьюруемых на участие в исследовании. То есть это называется ASSEND. Информация о преимуществах риска в любом исследовании является важным аспектом этики исследования. Поэтому в моем случае выявлено не более, чем минимальные риски, где участники могут чувствовать себя неловко или неуверенно, рассказывая о своем опыте, обучении и проблемах, с которыми они могли столкнуться во время обучения. Но тем не менее я буду заверять, что ответы, предоставленные участниками, не будут оценены и не будут подвергнуты критике. И личная информация не будет раскрыта в период презентации данных. Анонимность информации полученных от участников исследования будет обеспечена с использованием псевдонимов для них, для группы и университетов. Кроме того, полученные данные, опросники, такие как опросники и транскрипты интервью, будут сохранены в защищенном пароле файле на моих персональных компьютерах. А все бумажные копии данных будут храниться в закрытом шкафу. Доступны только мне. Ну и в качестве ожидаемых преимуществ для участников исследования можно рассматривать возможность поделиться своими убеждениями, мыслями и взглядами касательно предложения по улучшению практики подготовки будущих учителей. И на этом мне бы хотелось завершить мою презентацию. Спасибо большое за ваше внимание. Если у вас будут какие-либо вопросы, you're welcome. Можете задавать. Можно, да, вопросы задавать? Да-да-да, обязательно. Ага, уважаемая Гульмира, мне вот интересно, все-таки убеждения, это такая сложная, вы занимаетесь убеждениями, это область когнитивной психологии, где-то, да, нейрокогнитивистики. И вот какие у вас действующие, имеются ли действенные инструменты для того, чтобы действительно основательно выявить эти убеждения? Вы уверены в валидности своих инструментов опросных? Да, ну, прежде чем я буду проводить само исследование, так как я сейчас на данном этапе прохожу отобрение от технического комитета, касательно инструментов. Как вы видите на экране, указаны инструменты MTA, то есть о моем мышлении, моем мнении касательно интузии. Данные инструменты были применены, были анализированы, также есть ряд исследований, где доказывалась variability, то есть достоверность и применимость данных инструментов. Но, тем не менее, перед самим сбором данных я приведу piloting, то есть вначале проверим, насколько достоверен эти инструменты, насколько я могу я полагаться на эти инструменты, исходя из результатов предварительного проведения опроса. То есть на данном этапе, наверное, проведу такой piloting с 15-20 студентами. То есть это мне поможет провести комплент, фактор анализ. Кто вопрос задает, пожалуйста, четче задайте, нам не слышно. Да, летит на территорий обзор. Нет, в конце, который у вас был, ссылки. А, ссылки, окей. Да, в самом конце, который. Вот они, ссылки. В полных нет. Это не полная ссылка, да, но я могу, конечно, вам предоставить полную ссылку. Здесь в основном ссылки указаны те авторы, которые поднулись. Здравствуйте, можно вопрос? Да-да-да, конечно. Меня слышите, да? Да. Я слышно. Я хочу задать вопрос. Абаева Галия Аскербетовна, Национальный научно-практический центр инфекционной педагогики. Я просто вот как раз у меня связаны с двумя предыдущими вопросами. Ну, во-первых, у вас это сфера такой деятельности, ну, идеологическая больше составляющая, формирование общественного мнения, я так понимаю, да? Но в этом случае должны быть четкие, наверное, критерии, потому что просто понятие инклюзии, там, включение, это все хорошо, но сейчас мы сталкиваемся с тем, что, ну, мы тоже в области специй инклюзивного образования 20 лет, уже больше 25 лет работаем. И в данном случае, что мы сталкиваемся с тем, что многие согласны и приняли, но не знают, как реализовать, то есть не владеют инструментарием, с одной стороны. И с другой стороны, вот вопрос с предыдущим связанным, ссылка. Есть ли у вас вообще анализ казахстанских исследований в этой области, анализ того, что сделано в нашей стране? Спасибо. Спасибо. Да, так как основной фокус моего исследования – это будущие учителя, я в основном рассматривала литературу касательно преподавателей, готовность преподавателей работать в инклюзивной среде. Касательно исследований, да, есть ряд, небольшое количество исследований, но в основном они в этих исследованиях рассматривались убеждения практикующих уже работающих учителей. То есть я бы сказала, наверное, пока я не встречала никакого исследования касательно убеждений в будущих учителей. Тогда настоятельная все-таки вам рекомендация посмотреть казахстанских исследователей. У нас почти 20-летний опыт исследований в этой области. Есть исследования четко по инклюзивному там, в образовании, еще кандидатские, докторские. Время, Сулеймена, Байтурсыновой, Жалмакамедовой по раннему вмешательству. Вы знаете, да, что раннее – это один основной основ развития физического образования. Кроме современные докторанские исследования и магистерские тоже интересные исследования, они многие касаются именно свежего направления, именно формирования общественного мнения, изменения ждения, вообще вот это вот… Но очень мало есть, что касается именно инструментарий, как организовать силу, методу лечения, то есть, собственно, вот сам инструментарий, как именно все это сделать. Поэтому все-таки иначе у вас исследование получается на зарубежном опыте, а вы хотите просто перенести, это немножко не совсем будет объективно, на мой взгляд. Спасибо. Да, спасибо большое за комментарий. Это очень важно. Я бы хотела бы… Минуточку, ты ответил насчет данного исследования. Да, и будет вклад в развитие науки касательно использования теоретической основы, так как в основном данная теория была использована в западном контексте, где будет более позитивное отношение к инклюзии. И было бы интересно посмотреть, насколько данная концепция рассматривается в казахстанском контексте. Есть гипотеза того, что будет более негативное отношение и убеждение касательно инклюзии. Это мое общее личное суждение. Но, тем не менее, будем опираться на результаты данных. Вот я сразу хочу сказать, что когда мы очень долго смотрели и зарубежный опыт, и в том числе, ну, вот один из передовых, например, финский опыт или опыт стран Прибалтики, которые пошли по этому пути и, в принципе, сделали значительные успехи за последние, да, выйдя из такого же Советского Союза, как и мы. Но вот они сразу сказали, что в вашем случае, ну, вот я имею в виду серьезные научные исследования, а не мнение общественных фондов, да, к примеру, многие сказали, что вряд ли это возможно в тех странах. Ну, я просто вам точно скажу, как вот лично я сталкивалась, они сказали, что в связи с уменьшением рождаемости так получилось, что количество детей у нас стало меньше, количество детей со суднообразовательной потребностью, ну, например, с нарушениями зрения стало еще меньше, и, соответственно, у них были случаи, когда на всю страну осталась одна школа, и в одной школе осталось там 12-15 детей, и понятно, что из-за 15 детей ни одна страна в мире не будет держать специальную школу. И, соответственно, вот переход в инклюзивную образовательную среду для некоторых этих стран из-за демографической ситуации был вынуждены, и поэтому мы всегда отстаиваем, что у нас должен быть выбор. Понятно, что инклюзия — это основное стратегическое, основное стратегическое направление, но обязательно мы сохраняем и спецобразование как альтернативу, чтобы у родителей был выбор, потому что здесь прозвучали какие-то, на мой взгляд, спорные моменты, что только и только инклюзивное, и это передовое, и однозначно так не может быть. К сожалению, опыт показывает, что даже те страны, которые закрыли специальные организации, Франция, Италия, они через какое-то время открыли их заново, в Швеции, в частности, я точно знаю, была пример. Спасибо. Спасибо большое. К примеру, у меня к вам такой вопрос. Магау Акмурал Савитулаевна, профессор Казмы имени Альфараги, доктор Петнаук. Вот, исходя из названия темы вашей диссертации, выходят два предмета исследования. Первое – это педагогическая подготовка к инклюзивному образованию в Казахстане. И второе – это убеждение будущих учителей. Вот четко обозначьте, пожалуйста, объект и предмет вашего исследования. И второй вопрос – вообще, какова модель? Вот ваша модель вашего исследования для того, чтобы проводить диагностические замеры. убеждения в будущих учителей. Да, да, очень важно. Пожалуйста. То есть, в первую очередь, основной фокус идет на убеждения будущих учителей. И из этого вытекает следующий третий вопрос, касательно подготовки будущих учителей к работе в инклюзивной среде. Ну и вопрос был касательно инструментов. Какова модель, вот убеждения будущих учителей, что вы под этим? Каковы индикаторы, критерии, показатели для диагностических замеров? Критерии, показатели, но в основном у меня будут инструменты, которые я собираюсь применять в исследовании. Как раз вы видите здесь, минуточку. То есть, здесь, да, в этом случае нужно будет вернуться к концептуальной теории. Здесь я в основном фокус буду идти на факторы. Хорошо, еще один вопрос тогда. Каковы методологические основы? Ну, коллеги, не забудьте. Вот помимо того, что вы говорили, да, там вы привели пример там зарубежных ученых, а у нас же есть фундаментальная психолого-педагогическая наука, есть концептуальные основы для исследования. В моем случае... Как вы, дорогие, вообще вы исходите, научные? В основном будут исследоваться факторы убеждения касательно убеждения в числе и самих себя. Я не говорю о факторах, я говорю о методологии. В методологии будут использоваться смешанные методы исследования. Будет expansionary, expansionary design, то есть, где, как раз видите на следующем слайде, последовательный объяснительный дизайн исследования. То есть, он будет состоять из двух этапов. Это качественное исследование, также количество, то есть, будет качественная фаза и количественная фаза, где во первом этапе будет опрос, сбор данных с помощью праздника и дальше интервью. А там мы эти убеждения фармировать будем. Коллеги, можно я это подключить? Да, на логике, скажем, уже должна быть. Нет, коллеги, давайте. Ну, у Гульмеры же первый опыт, она еще не завершила, поэтому давайте все эти предложения, ваши замечания, мы обязательно учтем, мы все это записываем. Поэтому, наверное, у нас, с одной стороны, у нас время ограничено на час, просто извиняемся. И я думаю, у нас тема будет продолжена, еще будут на следующей неделе, и мы дополнительно об этом сообщим. И просто, наверное, как уже давно работающие профессора, кандидату в Гульмире, наверное, мы скажем большое спасибо. Можно задать один вопрос? Да, да, пожалуйста. А что вы имеете в виду, как начальное педагогическое образование? То есть вы берете учителей начальных классов, или это у вас подразумевается как уровень вузовской подготовки? Начальное педагогическое образование, да, на английском это звучит как initial teaching education, это в основном вуз, это студенты, которые будут работать в средней школе. То есть основной фокус идет на будущих учителей, работающих в средней школе. Я не рассматриваю преподавателей, учителей начальных классов. Поэтому, так как в основном вся информация была переведена по-английски на русский, initial teaching education привез как начальная педагогическая подготовка, то есть обучение будущих учителей. Коллеги, наверное, да, еще раз мы говорим вам спасибо большое за то, что вы приняли наше приглашение, и мы будем очень рады с вами вместе также обмениваться. Спасибо большое. Рахмет, спасибо за просмотр. Рахмет, спасибо за просмотр. Вебинары в открытом доступе. Мы все вебинары даем в открытом доступе. Рахмет, спасибо за просмотр. Спасибо, Ваня. Под страх доктор Антармсда, магистрант. Это первый опыт. Молодец, супер. Рахмет, Рахмет.